Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем сегодняшний вебинар 50 секретов счастья. Задайте самый важный вопрос. Конечно же, я получаю от вас сейчас огромное количество вопросов. Нас очень много, больше... А я вот в этой вкладке не вижу сколько нас. Ну, я думаю, ну, больше тысячи человек. Ну что, давайте я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. Надеюсь, они будут интересны. Сразу же хочу сказать, что в скором времени, на следующей неделе, пройдет семинар, который называется «Продолжение египетской магии». Это видоизмененный семинар, который в свое время вам очень понравился. Это семинар, где я рассказываю о египетской магии. Это магия гора, магия хатора, магия рай и так далее. То есть удивительные эзотерические практики. Их там более 400 штук, которые в действительности очень эффективны и очень открывают, наверное, новые горизонты к выполнению, к знанию магии, знанию магии фараонов и тому, какую роль в этом всем играли такие божества, как Хатор, Ра, Амон-Ра и так далее. Как этим всем пользоваться, как этим пользоваться в своей повседневной жизни, я приглашаю вас об этом узнать. Интересный семинар, который пройдет в пятницу 13-го на следующей неделе. Поэтому по всем пожеланиям вашим вы можете перейти по ссылке, которая сегодня опубликована здесь, на мой сайт Duikoguru и просмотреть лендинг, рекламную информацию по данному семинару. Ну что, давайте начнем все-таки отвечать на ваши вопросы в случае, если получится. Итак, Алина Щербаха. Здравствуйте, Андрей. Мой сын Роман. Это новое сообщение сейчас. Ну пусть будет хорошее сообщение. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мой сын Роман, украинский доброволец, после тяжелого ранения. Он потом опять продолжит жизнь в наркотическом и алкоугаре. Могу ему помочь? Он изменится к лучшему? Вопрос ваш немножечко непонятен. То есть я совсем не понял, он в данный момент находится в наркотическом и алкоугаре или он все-таки не находится. То есть вы не очень... Я понимаю ваши эмоции. Вы, скорее всего, напуганы и, скорее всего, боитесь. Но, видимо, уже проблема существует. Раз вам такая идея пришла и, видимо, проблема уже назревшая. Можно ли каким-либо образом помочь ребенку, который принимает алкоголь и наркотики? Конечно, можно. Есть целый ряд эзотерических практик, которые в действительности могут помочь ребенку. Первое, что нужно запомнить. Перед тем, как вы будете выполнять эзотерическую практику с человеком, которого вы любите, вам необходимо отбросить все или всю ненависть и претензии, которые у вас есть к этому человеку. И после чего ощутить или оставить исключительно проявление добра. Любая эзотерика и любая магия эффективна, если ее делать исключительно через положение или внутренний настрой хорошего отношения к человеку. Если нет хорошего отношения у вас к человеку, и очень часто, если есть ненависть по отношению к вам, то такая магия, она может не срабатывать. Но тем не менее, в случае, если есть мама и есть сын, то на правах матери и на правах одной крови можно использовать данную эзотерическую практику, которая показала свою мегаэффективность, и которую я сегодня хочу с вами поделиться. Итак, моя практика, которая называется, как помочь человеку избавиться от зависимости, нарко или алко. Что необходимо сделать? Вы должны разделить человека на две части. С одной стороны, человек, который является наркоманом или алкоголиком, врединой и каким-либо другим человеком, который вас разочаровывает, расстраивает и так далее. И понять для себя, чем он отличается от человека, который вам знаком. То есть, скорее всего, у вас есть знакомство с двумя абсолютно разными людьми. Человеком в алкогольном опьянении, человеком, который трезвый и хороший. Для себя вы должны четко представить с начала или в самом начале абсолютно хорошего. Можете представлять его любого возраста. Он может быть маленьким, грудным, он может быть взрослым и так далее. Постарайтесь убрать воспоминания по отношению к этому человеку максимально, представляя для себя идеализированный образ данного человека, сына или близкого человека. Обнимите его. Это вторая часть данной практики. Мысленно обнимите, погладьте и скажите, я тебя обожаю, ты мой хороший. У тебя хорошие ручки, хорошие ножки, хорошие глазки. Обнимите его, поцелуйте этого человека. И после этого представьте второго человека, который находится от него, скорее всего, по правую сторону от этого человека, то есть за правым плечом этого человека. И представьте там второго, то есть полная противоположность этому хорошему, тот плохой, который является алкоголиком, врединой, мямлющим или, я не знаю, там, закинутым, каким-то, который вам 100% не нравится. Придайте ему качества максимально страшные, пугающие вас и максимально вам не нравящиеся. После чего скажите, мы тебе не рады, я со своим сыном тебе не рады, пошел вон отсюда. При этом мысленно, представляете, будто берете веник, бьете его этим веником и выгоняете из своей квартиры. Говорите, иди к тем, кто тебя создал, они заждались. А этому, которого вы гладите маленькому, говорите, я тебя прощаю. К сожалению, данный метод может работать эффективно, ну, процентов на 90, наверное, исключительно с моими учениками. Так как мои ученики перед началом данного метода говорят, я беру прибежище в эзотерической школе Кайлас и в своем учителе Андрея Дуйко. Но для обычных людей данная практика будет, ну, практически, ну, слабо выполнима. Поэтому в случае, если вы являетесь учеником моей школы, на здоровье пользуйтесь, я специально это даю для вас. В случае, если вы не являетесь учениками школы, вам ничего не стоит начать мое обучение. На сегодняшний день обучение первой ступени в варианте 2016 года выложено совершенно бесплатно прямо на этом канале в YouTube. Для этого достаточно просто написать первая ступень школы Кайлас Андрей Дуйко или начать обучение первой ступень школы Кайлас для того, чтобы начать проходить мою первую ступень. Также есть платная версия первой ступени эзотерической школы Кайлас. Она достаточно дорогая и очень отличается от старой версии тем, что она более современная, более эффективная, более, наверное, магическая. Могу сказать, что сейчас, покупая семинары эзотерической школы Кайлас и любую продукцию, которая связана со мной, это mizonia.com, это tfduiko.com, то есть бады моей компании, косметика моей компании, в дальнейшем будут еще и моющие вещества моей компании, это ram.com. Вы помогаете фактически тем людям, которые на самом деле нуждаются, или на сегодняшний день нуждаются в помощи. Это воины ЗСУ, которые нуждаются в помощи во время лечения своего, а также люди, проходящие воинскую обязанность и служащие на фронте. Вы фактически приобретая данные препараты, данные семинары, вы помогаете еще и нашей Украине, нашей армии и нашим военным вооруженным силам Украины. Чтобы препятствовать захвату Украины, разрушению Украины, то, что мы сейчас постоянно видим, это бомбежка мирных городов, Харькова, Полтавы, Киева, Львова с погибшими людьми и с необъяснимыми, невозможно это объяснить людям, которые находятся на той стороне, я так понимаю, что на них влияет магия, их запудрили им мозги и считают, что бомбить Украину, это мир приведет к миру и так далее. На самом деле это приводит к ненависти и приводит к конфронтации. Мир танком не построишь. Ну что, вернемся все-таки к теме. Проходите мою первую ступень, в дальнейшем используйте мои методы, этих методов очень много. Также я вам дарю сегодняшний метод. Для того, чтобы данный метод работал сильнее, есть определенный слог. На вдохе ях, а на выдохе гер. То есть, если обнимать и гладить, то прогоняние того человека, который является или его клона, или его дубля, как я называю, того человека, который принимает алкоголь, можно усилить его уход, в случае, если произносить ягер. Не забывайте заканчивать практику словами «Я прощаю тебя», мысленно запечатывая человеку указательным пальцем с построением шести ваджер, которые находятся с разных сторон. А это еще что такое? Проходите первую ступень. Я об этом всем говорю. Татьяна Саргсян. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите мне, пожалуйста, как помочь дочке? Она 17 лет и рост сейчас 147. Она хочет увеличить рост 15 сантиметров. Прошу вас помочь. Если ей 17 лет, то у нее, скорее всего, рост еще продолжается. Рост обычно варьируется и связан с двумя железами нашего организма. Это гипоталамус и второе – это кора надпочечников. Кора надпочечников стимулируется и кора гипоталамуса, в случае, если нет поставленного диагноза в виде, допустим, нанизма или карликовости, то регулируется и активность гипоталамуса, и активность коры надпочечников варьируется и увеличивается, особенно в возрасте между 7-8 годами и возрастом аж до, по-моему, 21 года, в случае, если человек прыгает. Существуют целые племена, которые находятся в Африке. Вы, наверное, видели такие прыгающие люди. Прыгающие люди – это люди, которые, прыгая, оттягивают носки, как бы зависая или стремясь к тому, чтобы повиснуть в воздухе. Такие есть племена, которые находятся в Африке, их в видео можно найти. Так вот, оказывается, да, в действительности, по-моему, Эдуард Гайсин есть такой английский исследователь, который исследует такие нестандартные методы влияния на человека, который написал работу, где он говорит о том, что в действительности люди, которые прыгают или подпрыгивают вот таким образом, или тянутся вверх, и делают это часто, могут стимулировать амитотропин, а также могут стимулировать работу надпочечников, могут стимулировать работу или увеличить рост, и так далее, и тому подобное. Ну, можно попробовать использовать вот такой метод. Раз такой метод существует, есть смысл такой метод использовать. Есть же целый ряд препаратов, которые назначают для увеличения роста. Я знаю, в Тибете особо маленьких детей заставляют сидеть на краю скалы. Говорят, что если сидеть на краю скалы, то вырастешь. Ну, я не рекомендую использовать такие методы. Во-первых, где скалу взять? Во-вторых, есть ли эзотерические, есть ли травы, которые могут помочь человеку увеличить рост? Первая трава или на первое место необходимо поставить стебель кукурузы, на второе место стебель амаранта и на третье место кору тополя, черного тополя. То есть, кору тополя, который не пускает пух. Это черный тополь называется. Его кора немного темноватого цвета. Так вот, заваривают это следующим образом. Это все безопасно. Считается, что в случае, если взять стебель кукурузы, стебель амаранта или стебель, или кору тополя черного и заваривать одна столовая ложка на пол-литра воды, доводить до кипения и после этого настаивать 15-20 минут и после чего применять, то считается, что это может активировать, активно увеличить рост человека. Вообще, говорят, что рост человека действительно можно активировать, если человек принимает вот такие лекарственные растения. Попробуйте, пожалуйста, если вам это необходимо, попробуйте и такой метод. Несколько слов еще об амаранте. Оказывается, у амаранта необычный лист. Когда растет амарант, то у амаранта есть лист и подлиственник. И у листа и подлиственника, то есть большой лист сверху, и под ним растет обязательно маленький. Из-за того, что это растение находится и родом из Бразильской Америки, то оно настроено на то, чтобы не дополучать влагу, потому что там жарко. И когда это растение быстро растет, в случае, если ему не хватает влаги, то он сбрасывает большой лист и оставляет маленький. Вот этот маленький лист, который находится под большим листом, он очень полезный. И в случае, если второй маленький листик сушить и собирать, то он очень имеет ярко выраженное, успокаивающее, седативное действие. Помогает человеку успокоиться, очень помогает желудку справиться с заболеваниями, синдром раздраженного кишечника. Очень мягкое, седативное средство, имеет очень ярко выраженный, такой кукурузный, очень вкусный, даже немного сладковатый вкус. Ну и считаю, что само по себе зерно амаранта является удивительным и мощным стимулятором иммунитета. Всем известно, что из масла амаранта добывают знаменитое противоопухолевое вещество, которое называется сквален. И поэтому могу сказать, что само по себе это растение недооценено в наше время. И я считаю, что из него можно было бы изготавливать очень большое количество всевозможных, в том числе, изучать его, изготавливать разные препараты. Кстати, корень амаранта действует как самая настоящая виагра, так как в корне амаранта находится большое количество азотсодержащих веществ. Кстати, очень стимулирует работу легочной системы. Поэтому корень лечения легких, маленький листочек лечения иммунитета, зерна лечения опухолей, стебель лечения роста. Видите, какое полезное растение. Королина. Здравствуйте, наш Андрей Андреевич. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, я живу в поселке, работаю продавцом, все сложно. Будет ли у меня вообще смена работы по душе и останусь ли я в поселке жить или будет переезд? Нет, не останетесь жить в поселке и скорее всего переезд у вас будет. Поэтому смело можете. Но дело в том, что я не имею права вместо людей принимать решения. Поэтому на Бога надейся, сам не плашай. Хорошо? Потому что вы сейчас придете к мужу, скажите, срочно нужен переезд, так мне дуйко сказал и так далее. А я не сказал. Я просто даю вам рекомендации. Но на самом деле я не говорю, срочно все бросайте и уезжайте. Пожалуйста, давайте без этого. Наташа Генцер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, ответить на мой вопрос. Живу в Британии. Два года как прибежище для украинцев. Как долго еще смогу там находиться? Спасибо, с уважением. Еще два года и два или пять месяцев сможете там находиться. Смело можете находиться. Вам ничего не угрожает. Все в порядке. Аллена Артюшенка. Вітаю, Андрій Андреевич. Я дякую за ответы и порады на канале. Вони изменюют життя. Дякую вам. Підскажите, что мне ждать на новой работе в клинице, куда я перехожу. Все не визначено. Ким мне лучше працювать там. Ким возьму, тим працюйте, но вы будете палатной медсестрой. Но я хочу вам сказать, что эта изменина для вас будет в користь и вам там будет идти. Це опет і це гарно. Ольга Пичкурова. Здрасте, Андрій Андреевич. Почему после получения новых знаний следует такой экзамен судьбы неприятность? Это закон или программа, которую можно убрать? Каждый человек, вы, наверное, слышали на ступене, каждый человек является человеком, который родился со вдохом или выдохом. На самом деле все дети рождаются выдыхая. И каждый ребенок, согласно эзотерическим традициям, которые я пытаюсь преподавать, является человеком созданным и рожденным для того, чтобы обрести абсолютное счастье в жизни. То есть рожден для того, чтобы быть счастливым. И тут такой вопрос появляется. Почему тогда человек, рожденный счастливым, не достигает счастья в жизни? Кто в этом виноват? В этом виноват, как правило, в большинстве своем сам человек. Почему? Многие люди ориентированы на то, чтобы дарить радость и дарить доброту. Ориентированы на то, чтобы ощущать радость и ощущать доброту других людей. Ориентированы на то, чтобы жить радостно. Другие люди ориентированы на то, чтобы грубить, хамить. Даже в тот момент, когда им не хочется этого делать, они не могут остановиться. Есть такие люди одержимые, которым погрубить, похамить, поматериться, поненавидеть, как прямо за самое любимое дело, которое они хотят делать в жизни. То есть есть ряд людей, которые служат злу. Кто такой человек, который служит злу. Это человек, который постоянно ругается, находит возможность кому-то хамить, искренне кого-то ненавидит, подолгу обижается, не радуется, ничему не видит света яркого. Живет, ощущение такое, живет только по принципу трех компонентов. Самое дорогое для этого человека могут быть только деньги, могут быть только поесть, может быть там какая-нибудь привычка, ну и секс. При этом, когда говоришь, любишь или нет, человек говорит, я недостаточно разобрался, я не понимаю, что это такое для таких людей. Жить ради кого-то очень сложно. Ну или же есть другие такие пассивные врединки, которые вот пассивно ненавидят, пассивно хотят зла. Что такое хотеть зла? Это когда вы вытаращиваете глаза и утром ненавидите своих близких. То есть ты не такой, зачем ты это сделала, а вот так вот нужно было, вечная критика вечная и так далее. То есть делаете жизнь людей, которые находятся вокруг вас и делаете жизнь свою невыносимой. То есть эта невыносимая жизнь делает вас какой. И вот такая кака проживает и прикасается к эзотерике и думает, что эзотерика ей поможет. Но вы должны знать, что эзотерика это путь к счастью. Эзотерика это путь к счастью, которая должна разрушать что-то, что сделал человек плохого. А за все плохое приходится отвечать. Поэтому в случае, если вы хотите что-то хорошее и ударила вас жизнь по попке, то это говорит о том, что вас ударили за то, что вы делали что-то, на шару и не рассчитались, за то, что обещали и не сделали, за то, что вы очень долго говорили гадости другим людям, за то, что писали и критиковали, за то, что ненавидели и компрометировали, за то, что из-за вас, возможно, у кого-то разрушалась судьба. И мягкий удар по попе гораздо легче, чем крупный удар деревяшкой по голове или железячкой по голове. Поэтому, знаете, когда человек переходит к эзотерике, начинает ее практиковать и немножко его там трусит, знайте, если вы это все перенесете с радостью, честью, спокойствием в счастье, то это новый путь или новый переход в вашей жизни. Обычно это выглядит так. В нашей Софии жизни были такие периоды, когда мы начинали заниматься бизнесом. София, это моя жена, кстати, поздравляю тебя, моя любимая жена, с нашей годовщиной, нашей золотой свадьбы, нашей любимой свадьбы. Я тебе чрезвычайно благодарен за наших прекрасных детей, нашу прекрасную жизнь, и тебя бесконечно молодой, красивой и радостной. Так вот, как это обычно происходит? Вот Соня моя, она умеет мечтать. Она верный человек, умеющий мечтать, харизматичный, очень болеет за семью, очень добрая, такая теплая. И когда мы живем, то у нас бывают моменты, когда у нас начинает резко увеличиваться материальное благополучие. Я обычно это подмечаю, говорю, вот у нас резко начинает увеличиваться материальное благополучие, и скорее всего это отразится на нашем духовном уровне, потому что очень часто резкое увеличение материального благополучия делает нас скрягами. То есть мы сейчас должны набраться сил и постараться в этот момент друг другу не предъявлять претензии, не предъявлять ненависть, не злиться, стараться максимально быть теплыми. И это будет показывать нашу готовность к новому переходу в новое материальное состояние. И в этот момент обязательно могут быть конфликты, обязательные конфликты перед тем, как человек выходит на новый уровень материальный. Вообще хочу сказать вам, что если перетерпеть, то тогда уровень повышается. Если проскандалить, проненавидеть, уровень не повышается. Почему? Высшие силы человека проверяют на прочность. Потому что человек должен знать, что каждый новый материальный уровень, это доходит до какого-то момента, при котором может быть конфликт или скандал. Как вообще все устроено? Женщина мечтает, допустим, она говорит, я хочу много зарабатывать, муж много зарабатывает, я хочу жить там, счастье и так далее. После этого у нее обязательно должен быть конфликт. Если во время этого конфликта не злиться, не ненавидеть, не орать, не вытрачивать глаза, а перетерпеть, это есть элементом оплаты. Правда, это элемент оплаты. Почему так? Дело в том, что это элемент оплаты для людей, которые живут по принципу выкупа. То есть, как это все устроено? Наша жизнь устроена по принципу энтропии. Нас создало существо, Бог, которое создало нас по элементу разрушения. То есть, смотрите, все, что разрушает, все плохое. Правильно, смотрите, был дом, его разрушила стихия. Стихия, она плохая? Плохая, мои дорогие. Тогда можно ли сказать, что мы плохо относимся к стихии? Ну, можно сказать, что мы плохо относимся к стихии. Но дело в том, что нас создали по принципу энтропии. Энтропия переводится с латыни как разрушение. То есть, можно сказать, что мы рождены здоровенькими, потом вырастаем, и потом умираем. То есть, мы всю жизнь живем, живем и умираем. То есть, мы рождены для того, чтобы поломаться и умереть. То есть, мы созданы по принципу энтропии. Когда любые события хорошие, которые возникают в нашей жизни, они приводят нас к тому, чтобы наш компонент... Любые события хорошие, которые приходят в нашей жизни, это усиливает процесс нашего разрушения. То есть, обычно, если много еды, то человек ожиревает. В случае, если много сна, у человека появляются проблемы. Ну, и плохие состояния тоже. Если мало сна, мы тоже болеем. Если мы нервничаем, мы тоже болеем и так далее. Все это приводит нас к тому, что мы более быстрее умираем. Процесс энтропии нас разрушает. Но есть силы, которые называются светлые, которые дают человеку возможности. Они дают человеку это за счет выкупа. То есть, в случае, если человеку очень хорошо стало, то человек должен выкупить чем эмоциями. Почему так? Смотрите, я, допустим, для того, чтобы заработать много денег, мне необходимо как руководителю понервничать. Понервничать получится, не получится. Понервничать в тот момент, когда я там буду физически работать, сидеть, с кем-то общаться. То есть, это конфликт. И тут вдруг открывается квадрант денежного потока, и у меня идут деньги. То все вот эти элементы, которые я должен был прожить, они должны произойти в короткий период. Какие? Эмоциональные качели. То есть, эмоциональные качели, которые сопровождали бы меня до того момента, пока я заработаю эту большую сумму денег. И это должно произойти в короткий период. И этот короткий период, он обычно осуществляется вашими близкими. Поэтому перед тем, как ваш муж получит много денег, или ему отдадут долги, или отдадут долги вам, то у вас будет конфликт дома, обязательное условие. Вы обязательно будете обижаться или злиться. И в случае, если все вокруг, и вы в том числе, перенесете это тепло и ровно, и даже так радостно, то тогда это все откроется. Если нет, вновь попадете в те же события и в ту же обусловленность, в которой вы ранее находились. Вот для вас вот такое открытие. Оно называется открытием жить без претензий. Если научиться не обижаться, жить без претензий, если научиться проявлять доброту и ориентироваться на доброту, то достижения материального роста достигаются гораздо быстрее, чем ранее. Но дать человеку возможность зарабатывать много несложно. Как быстро открыть возможности человеку? В тот момент, когда вы проснулись, лежа, постарайтесь думать о том, что у вас нет физического тела. Произносите себе 4 слова того, что вы хотите от жизни. На 128 день это исполнится на 100%. Вообще самые простые методы. Делайте это каждое утро. Сразу же хочу сказать, у таких людей, как я, это исполняется на протяжении 4-5 дней. А у обычных людей может исполняться на протяжении 128 дней. С чем это связано? Я живу по принципу радости. Я не ругаюсь, не злюсь, не вредничаю, не бухаю. Я не ненавижу, у меня нет претензий к людям. Мне вообще, знаете, как-то так. Я люблю детей, люблю жену, люблю мир, люблю солнце, люблю... Я ориентирован на то, чтобы проявлять доброту по отношению к тем, кто является ячейкой этого общества. Для меня ячейка моего общества, это моя мама, мои близкие, моя теща, те, кто живет рядом со мной. Я вот так настраиваюсь на магическое влияние. Поэтому экзамен судьбы убирайте вот таким образом. Пенепл. Доброго дня, пане Андрію, скажите, будь ласка, чи варто идти? Від чоловіка прожили 10 років, є діти. Ні, не варто идти від чоловіка, з яким ви прожили 10 років. Якщо прожили 10 років і знайшли там заснагу і волю, і щастя, то далі потрібно жити. А що ви шукаєте? Що вам потрібно? Що вам потрібно ще? Щоб казав хтось, що ви сама гарна, скажіть своєму чоловіку, хай каже вам кожен ранок, що ви сама гарна, він вас кохає. Куди ви підете ще? До кого? Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи варто, находите один способ для того, чтобы сохранить отношения, особенно долгоиграющий. Вы даже не представляете, как страдают люди сейчас, которые ни с кем не могут начать общаться, которые ни с кем не могут начать встречаться, которые ни с кем не могут начать жить. Бедная молодежь, сейчас очень тяжелое время, потому что найти хорошую жену, найти плохую жену, вообще найти жену, найти мужа, найти плохого мужа, да хоть какого-нибудь, чрезвычайно тяжело. Почему? Математика. Очень много людей принимает наркотики, очень много людей больных, очень много людей психически больных, очень много людей с травмами, очень много людей, не живущих, как вот вы хотите, очень много людей, которые не могут терпеть просто, очень много людей, очень много разных людей, вот разность эти, раньше было все понятно, все жили под колпаком, все ходили в библиотеку, читали книги, смотрели одни и те же фильмы и могли между собой соединиться. А сейчас одних групп музыкальных миллиард, то есть раньше могли сказать, я слушаю Лещенко и я слушаю Лещенко, давай вместе слушать Лещенко, мы приехали на картошку и мы приехали на картошку, давай вместе приехали на картошку и так далее. А сейчас это все по-другому, потому что каждый человек есть индивидуальность с таким огромным количеством бессвязанных между собой систем, то есть одни смотрят тикток, одни инстаграм, одни читают книжки, одни слушают музыку, кто-то в игры играет, кто-то не играет, кто-то принимает алкоголь, кто-то наркотики, кто-то спортом занимается, кто-то катастрофически, категорически против, есть за здоровый образ жизни, есть против, кто-то хочет детей, кто-то не хочет. И общество, оно стало рассеиваться, то есть люди обычно вокруг чего-то, они собираются, а сейчас вокруг чего-то собраться невозможно. Поэтому лучше жить с одним, уже найденным, с понятным, с предсказуемым, чем уйти, прыгнуть, но опять-таки. Есть еще такое понятие, которое называется мучение. Я когда-то говорил, лучше жить в душевные мучения, душевные. Душевные мучения, это мучения, которые не связаны с тем, есть секс или нет, зарабатывает или не зарабатывает. Душевные мучения, это когда мучает душевно, то есть пилит, постоянно, постоянно оскверняет, постоянно говорит, там толстая, страшная, воняет, там ты какашка, ненавижу, там ты никакая, там бревно и так далее. Вот это все, это осквернение женщины или осквернение мужчины, когда женщина или мужчина проявляет претензии. Если это происходит очень долго, то это говорит о том, что вы живете с психически нездоровым человеком. Его либо лечить необходимо, если это невозможно, то тогда жить с таким человеком невозможно. Ну и тогда лучше жить в будке без денег, без ничего, и без секса, и без еды даже. Но жить так, чтобы было счастье. Утром просыпайся, тебя никто не трогает, тебе никто не имеет дела, ты счастлив себе тихонечко. Душевный комфорт человек должен ставить в своей жизни на первое место. Когда вы живете с кем-либо, вот если вы душевно, уходя душевно, испытываете больше комфорта, то тогда уходите. В случае, если вы душевно потеряете что-то, вот я не уйду никогда из своей семьи. Почему? Я душевно обожаю жену, душевно обожаю своих детей, душевно обожаю тех, кто со мной живет. Мне нравится их видеть, мне нравится с ними общаться, я отношусь к ним как к детям. Вот этого качества чувств, его много, и я никогда не хотел этого терять. То есть мне это нравится. А были у меня такие отношения, когда постоянно дискомфорт, постоянно дискомфорт, постоянно претензии, постоянно. И потом, когда я уходил, то было наоборот ощущение, что ура, я вернулся к себе. Снова спокойствие, радость, никто не трогает счастья и радость. Ира Чирик. Доброго дня, скажите, будь ласка, чи варто повернутися до Украины? Варто там. Хочу буду. Хаті будь. Доброго дня, Андрій Андреевич. Дякую, что наповнюете сердцем добро. Мене звуть Ірина, мені 37 років. Человек служить в ЗСУ. Я открыла студию розвитку в містечку на Полтавщине. Чи буде фінансовий успех? Будет, да. Так собі, трошку. Але прави, вірним шляхом ви йдете. О, на українській ма. Любовь Чаговець. Здрасте, Андрій Александрович. Здрасте. Тукаш Андреевич вроде. Юлия Максимова. Какое мое предназначение? Предназначение ваше – быть счастливым человеком. Каждый человек рожден для того, чтобы свершить свое предназначение. А какое предназначение? Прожить свою жизнь от начала своей жизни до самого конца. И какое предназначение у человека перед Богом? Жить просто. Бог вам не сказал предназначение? Не сказал. Если не сказал, значит его нет. эти вот мансы знаете у каждого свое предназначение конечно если оно есть какое детей вырастить жить в радости наслаждаться жизнь и есть предназначение когда выходишь и видишь что сегодня осень что скоро дождик пойдет предназначение в том что дети растут предназначение в том что вы можете что-то сделать стих написать чтобы потом предназначение это любовь а это еще что такое человек физически может сделать для кого-то что-либо бесплатно для чего это и есть проявление любви смотрите сегодня вышел бесплатно под к вам и вам с вами бесплатно провожу консультации вот эти бесплатные консультации это мое предназначение какое помочь людям выйти из тупиковых ситуаций в жизни это мое предназначение почему а что тебя от этого ничего вообще зарабатываю ли на этом деньги я вам разве сказал купите у меня что-то до сих пор еще ничего не сказал в начале сказал переходите на семинары там проходите первую ступень так никто не придет никто же не пройдет я же уверен в этом я это говорю из семинара на семинар никто все равно не покупает и говорю приходите там на марафон или еще что-то обычно это из тысячи человек там 0 5 человека приходит и в этом ничего страшного нет я не за деньги и не ради этого я ради предназначения а в чем предназначение человека сделайте все для того чтобы вас любили а вас могут любить только в том случае если вы что-то физически можете сделать сначала для своей семьи а потом для людей которые живут не с вами это и есть проявление вашего предназначения сделать мир и сделать жизнь других людей великолепной и приятной а какое обычно предназначение у людей вы можете посмотреть в зеркало и определить свое предназначение если вокруг вас люди постоянно ругаются нервничают если у вас лицо кислое если вы добро не проявляете то ваше предназначение разрушать разрушать ломать вы видимо служите темным силам такое тоже бывает как избавиться от шума в голове необходимо взять необходимо взять любой железный предмет желательно квадратный можно подкову и тяжелые чтобы он был тяжелый и на веревку его одеть так чтобы он на груди висел желательно прикасаясь к телу и каждый день на ночь с ним спите очень неудобно будет но нет ни гирю позади очень тяжелая такой чтобы весил ну грамм 20 и не ключ можно замок можно квадратный кусок металла не магнитный железный если носить железяку у себя на груди желательно квадратную то такая железяка на груди в дальнейшем может помочь человеку избавиться от шума в голове и избавиться от судорог здрасте сколько символов вообще и сколько оберега можно носить человеку я знаю индийских йогов йогинов садхаков и я видел таких йогинов которые прямо обсыпаны их тело над на теле очень много рисунков очень много талисманов на каждом пальце талисманы куча нитей флаги и так далее ну мне кажется очень много такие люди носят для чего это им чтобы жизнь их не сбивала от их служения они для себя поставили цель не наслаждаться тем зачем они рождены на земле а прожить так чтобы достигнуть ощущение что они больше рождаться здесь не хотят их принцип он буквально такой если человек отрицает любое наслаждение от того что он прожил на этой земле то есть отрицает наслаждение от семьи от секса от еды от всего остального и он говорит что мне это не нужно я больше не хочу на земле рождаться только ради этого мне это все прийти ты надоело то тогда такой человек по их идеи больше не рождается и переходит в новое состояние не рождаясь на планете земля то есть переходит теряет уже переходит в новую реальность и это называется выходом вот в преодоление жизненных этапов перерождения поэтому те методы которые они используют нам большинстве своем не подходят они обычно их и не советуют просто живут там как себе хотят и никого не трогать обереги усиливают один одного или могут конфликтовать не такие обереги не усиливаются и не конфликтуют обереги в основном все абсолютно работают в ночное время обереги оберегу рознь я видел обереги должны делать люди с чистым сердцем обереги они еще и должны быть сознанием дела то есть это либо цифровой код кодирования либо это влияние на планеты влияния либо это рунические символы которые очень часто делаются по моему мнению совершенно безграмотно и не приносят части очень часто используют знаменитые силы знаменитые талисманы мазерса это знаменитый там пентакль соломона и так далее то о чем свое время николай мазерс написал свои книги талисманы на самом деле это является одной из частью оккультной философии мазерса где он рассказывает о том как вызывать духов или там как с ними пользоваться как их там порабощать и так далее является очень сложным изданием таким который обычный человек просто так не сможет изучить без мастера ли того человека кто может этому обучать на сегодняшний день сама секта мазерса она уже не существует насколько я знаю небольшие такие есть представители которые находятся в соединенных штатах америки есть еще в голландии швейцарии в англии но в большинстве своем сам по себе ношение такого талисмана но не только не приносит человеку никакой пользы может еще и нарушить общий ход его события и поломать ему судьбу поэтому в случае если вы используете талисманы покупайте их у того человека кто гарантирует их успешное воздействие на вас случае если вы покупаете в интернете ну я бы делал это с опаской очень часто талисманы играют совершенно другую роль и талисман который усиливает деньги может усилить в итоге энергию денег а что такое энергия денег энергия денег это чувство которые возникают у человека в тот момент когда он думает о деньгах коммуницирует обычно когда человек думает о деньгах он думает как же мне заработать почему у меня нет денег и даешь ему талисман денег он начинает раньше он просто нет денег ничего скоро появится а что делать где взять а начинает воровать или и начинает кому-то вредить и так далее. Очень часто такие талисманы могут не только не улучшить состояние, а даже ухудшить. Поэтому аккуратней с этим. Андрей Андреевич, можно менять место жительства в этом году? Спрашивает Ирина Бернацкая. Можно, да. Скажите, пожалуйста, моя дочь с внуком в Германии вернутся домой? Вернутся. Будет ли вместе с мужем? Скорее всего. Любовь Шаххуддинова. Добрый день. Что нужно сделать, чтобы у доченьки прошли обиды с детства? Очень тяжелый характер, жесткая. Садитесь вечером каждый день и вот так ей гладьте ногу. Говорит, ты мой зайчик, ты моя хорошая, ты моя сладкая. Мысленно представляете, будто она маленькая, и вы ее до сих пор еще кормите грудью и молоком. Юлия, че выйдай в мене ще? Побудувати свою счастливую семью. Так, выйдай ще. Ольга Андрус. Андрею мне не 59 роков, живу в Канаде. И 32 роки. Весь час сумою заридную Украину. Че сможе я повернутись назад? И че буде це решення правильним? Я не можу за вас принято решення. Не можу. Не надо мне говорить, нужно мне переезжать или нет. Я не имею права этого делать. Как вы не можете понять? Вы же потом будете меня обвинять. Вам в чем-то хорошо там, а в чем-то плохо. А здесь будет то же самое. И вы будете сравнять. А вот мне там легче было, а вот здесь мне легче было. Человеку все равно где жить. Если здесь нет радости, то где бы вы ни жили, всюду будет плохо. А если радость есть здесь, то где бы вы и с кем бы вы ни жили, счастливы будете. Поэтому о переезде, ну что вам сказать, нужно ли вам в Украину ехать или нужно оставаться в Канаде. Показывают, что счастье вы свое в Канаде найдете с большей радостью. Если сюда переедете, будет хуже. Приезжайте в гости, когда война закончится. Андрей Андреевич, на прошлом вебинале сказали, что моя личная жизнь не складывается из-за отца. Подскажите, как мне можно исправить ситуацию? Общаться с ним мы не можем. Любите его на расстоянии. Говорит, мой самый лучший отец, я его очень люблю. Я здесь не обучаю. Анна Вартанян, пожалуйста, маме Бабич Татьяне встретит мужчина Геннадий. Хочет сделать ей предложение. Сложится у них совместная жизнь. Принимайте его предложение. Не отвечаю на такие вопросы. Извините, мои хорошие. Уж мама пусть сама примет без дуйка предложение. Пожалуйста. Вы просто меня хотите сделать виновным. Понимаете? Если есть любовь, соглашайтесь. Если мама готова сексом с Геннадием заниматься, идите. Если не готова с Геннадием, посмотрите на Геннадия. Вы готовы с ним сексом заниматься? Каждый вечер, первые два месяца расставлять ноги. Если вы готовы на это, идите. Если, глядя на него, не готовы, не идите. Почему? Мужчина делает предложение, что нужно мужчине. Мужчине нужен секс. А на самом деле женщине, что нужно? Друзья мои. Что нужно мужчине и женщине вообще? Вот так, если разобраться, что нужно мужчине и женщине. Мужчине секс нужен. Если вы взрослая женщина и вам этот мужчина не претит, и вы знаете, что вы с ним готовы сексом заниматься, то можно выходить замуж. А если готовы получать удовольствие, и оно будет получаться, то семья будет крепкой. Ну и конец. На самом деле мужчины уходят только к тем женщинам, которые в постели кричат громче. Вот если кричат громче, уходят к ним. Если тише, то не уходят. И все. Это так проверено, знаете. Анжейн, доброго вечера, шановный Андрей Андреевич. Предскажите, будь ласка, чем менять-то мини работу зараз про все администратором? Я не могу принять вместо вас решение. Но если вы поменяете, то будет лучше. В какие сфере мы не краще? В сфере продаж хорошо. Услуг, изготовленных. В сфере продаж хорошо будет получаться. Андрей Андреевич парень. Его зовут Андрей. Улетает скоро на год в Корею. Будем ли мы вместе, когда вернется? Или он не моя судьба? Понятно. Добрый день, Андрей Андреевич. Последние несколько лет в моей жизни ничего не меняется. Работу хочу поменять. Потому что вы живете как раб. Вы живете и вы попали в ловушку, которая называется ловушка вашего персонального комфорта. Человек попадает в ловушку персонального комфорта и что-то хочет. То есть, если вы поели, поспали, пошли, поработали, пришли, поели, поспали. И вам все устраивает. Для того, чтобы выйти из состояния, когда ничего не происходит, нужно сделать что-то. Что? Тотально изменить что-то. Каким образом? Начните делать бизнес. Купите за границей. Привезите себе в ту страну, где вы находитесь. Попробуйте продать. Создайте группу. Начните выступать в интернете. Создавайте что-то. Не будьте рабами судьбы. В Библии написаны слова. Человек, будь всегда в голове. Почему не в хвосте, наверное, знаете. А вы что в хвосте? Либо возглавьте, либо возглавьте. Тот, кто делает бизнес, он возглавляет бизнес. Поэтому находиться в голове всегда приятнее, чем в хвосте. А люди, которые мне... Почему Украина с Россией не может жить? Потому что в Украине развито предпринимательство. Я когда приезжал в свое время в Россию, у меня люди поражали. Хочу найти новую работу. Хочу устроиться на новую. Так а зачем? Так а зачем? Делай сам. Купи сам. Продай сам. Создай сам. Как можно быть рабом ходить на олигархов работать? Да пошли все в попу вообще. Я никогда ни на кого в своей жизни не работал. Даже начальником был и ушел. Почему? Потому что мне претило, когда кто-то говорил, что ты должен работать. Ты должен это делать. Никто не должен. И всю жизнь стремился к тому, чтобы работать сам на себя. Сам для себя. Никогда ни одного дня не работал на дядю. То работайте на себя. Всегда. Делайте все для того, чтобы работать на себя. Человек, работающий на дядю, рано или поздно будет страдать. Это проверено. Не хочется разве быть самостоятельным человеком? Сейчас в ютубе можно зарабатывать миллионы долларов. Сейчас есть курсы, как в ютубе зарабатывать много. Как сделать бизнес, продавая что-то, покупая на Алиэкспресс, продавая. Слушайте, обучайтесь хотя бы. Есть куча курсов, как пошить шапку. Шейте 100 шапок, встаньте возле метро, продайте. Не понимаю я вас, люди. Не понимаю. Sorry. Не понимаю. Не понимаю. Никто там не может объяснить, почему вы работаете постоянно на кого-то. Я не понимаю вас. Ну, видимо, есть в Упанишадах написано, не изменяй людям судьбу. Один рожден для того, чтобы работать на кого-то, а один, чтобы руководить. Так, наверное, и есть. Уволили мужа с работы, уже два года не может найти работу. Переживаю, начинается депрессия, часто плачет. Когда он устроится? Лечите ему депрессию. Пусть не устраивается на работу, а обучается чему-нибудь. Где из дерева там что-нибудь вырезать. Два года человеку дано зачем? Чтобы он дома сидел, чтобы что делал? Чтобы обучался. А он что делает? Непонятно что. Два года сидит дома, ничего не делает. То уже бы придумал что-то. Табуретку можно сделать, ящики дома сколачивать какие-то. Купил планки, дома сколачивает ящики, вышел на базар, продал ящики. Ящики всегда продаются. Не понимаю. Люди, не работайте на кого-то. Если работаете, то получайте много. Что вы ищете? Работу, с работы на работу, ужас какой. Что? Зачем это? Ну, хотите делайте. Что же вам сказать? Укусило что-то меня. Надо, наверное, замолчать. Сын Дмитрий имеет приворот, который сократил линию жизни практически вдвое. Это взяли и написали. Что делать? Вот это кто вам сказал, глупость сказал. Приворот, то что сказали, это у вас психическое заболевание. У вашего Дмитрия приворота нет, его не было. А у вас, скорее всего, навязчивая идея называется психическое заболевание, кандинского клерамбу. И из-за этого у вас проблемы. И у Димы проблемы. И Дима уже в это верит. И вы всем пытаетесь доказать и спасти. Вы просто попали на людей, которые вам это внушили. Теперь эти люди хотят с вас взять деньги. Вы пытаетесь найти людей. И вы их найдете. Потому что вы хотите найти человека, который скажет, я это уберу. Скажет, я это уберу за 2000 долларов. Я у вас забрал деньги. А вы скажете, нет, но линия же не удлинилась. Не удлинилась и не удлинится. Почему линии удлиняются? У многих людей линии удлиняются, укорачиваются. Это происходит на протяжении всей жизни. Это особенность такая. И удлинение, укорачивание, и линии жизни, и всех остальных линий. Это связано и с физической работой, и с особенностью человеческого организма. С особенностью макул, с особенностью коллагена. С чем хочешь, морочите себе голову людям. Приворот ему сделали. Такая типа, кому он нужен, ваш Дима? Я счастлив, что есть ученица у школы Кайлаш. Школа полностью изменила мой свитогляд. Мой сын Лука перешел в 9 класс. После закончения хочет поисковать в войсковый ліцей. Далее юридический варто. Так. Дуже хорошо будет учиться. И очень хорошо дитинка. Вера очереднюк у доньки не складается. Особисто життя, работу шукаю, здоровье обожаю. Бути кращим, чи нема. Тут людского негатива умелели. Ничего не увидел. Чим вырешится работой наиближшим часом? Что вы написали? Не понимаю. Скажите, как достичь просветления? Достичь просветления необходимо... Нужно ли достигать человеку просветления? Что это такое? Просветление есть свет божественный, который дается человеку в тот момент, когда человек ощущает любовь к Божию. Как человек достигает просветления? Он достигает просветления от того, что каждая секунда его жизни приносит ему свет и радость. свет и радость приносит ему каждая минута жизни а что она приносит человеку когда человек просыпается он уже в негативе ему не нравится что он стал не нравится физическое тело не нравится то что он живет не нравится с кем он общается не нравится так вот для того чтобы достигнуть просветления необходимо трансформировать свое восприятие мира по принципу того что и бог дает все свет и дает бог все нравится если все что дает бог плохое хорошее нравится человек автоматически достигает состояния просветления это возможно сделать если научиться качеству принятия качеству восторга качеству восхищения качеству радости и намерению проявлять свою доброту таким образом это все проявляется других случаях безуспешно все безуспешно медитации и там проговаривания достигнуть состояния просветления и так далее этом истории человек который достигает состояния просветления в дальнейшем находится в бесконечном океане бесконечного наслаждения где каждый следующий момент жизни бесконечно ему нравится запомнив такой фактор человек в дальнейшем имеет ресурс почему его не пугает смерть потому что он после смерти понимает что он вновь будет соединяться с той энергии которая является волнами бесконечного счастья человек с богом отличается только тем что человек испытывает страдания бог находится все время в состоянии счастья и радости и наслаждения для того чтобы человек прикоснулся к богу человеку необходимо настроиться на то чтобы каждый момент его жизни давал ему счастье радости наслаждения конец доброго дня шановым читали приемно быть присутним на вебинаре приехав домены в италию никита ми внук трохи тяжко знаете работу пора это наш извернуть больше увагу ему подобается пусть все что связано с управлением образованием интернетом пусть в этом направлении работает пусть обучается еще нужно обучаться помогите моей дочери избавиться от алкогольной зависимости 3000 баксов стоит у меня избавление от алкогольной зависимости у вас есть эти деньги платите мне я избавляю вашу дочь дистанционно от алкогольной или наркозависимости если на протяжении одного года не помогает деньги возвращают полностью подскажите будь ласка человек стоит на квартаблику че дадут ему квартиру не че дадут взагалі взагалі може будь так собі бачу дуже погано сами зарабатывайте купите квартиру за программой еоселя купите так еоселя купить у сына владика обнаружили кисту копчика с отверстия можно как-то ему за туристки помочь мысленно представляете будто глина это отверстие шпаклюйте прям белую глину мешайте мысленно ляпайте и шпателем вот так зашпаклювайте будет счастлив семейной жизни денис и с детками на данный момент девушки нет все нормально будет вредный он просто витаю вас 10-ричный створение вашей семьи дякую мене перевершена софия чудовими діточками мене перевершені рідні діточки я их дуже-дуже обожаю всех вообще все что связано как определить хотите вы жить с человеком или нет вот я думаю щас о софії мне здесь хорошо понимаете тепло мне я детях думаю тоже тепло оксана гречинская здрасте андриды сможет ли моя дочь патрисия студентка перевестись в группу по желаемой дисциплине сейчас нет мест очень расстроилась плачет не показывают не сможет как помочь ставьте программу из первой ступени скоро моя дочь парадь то будь ласка який храма вид видаты в индии у яких вы сами побывали мне нравится баладжи храм который находится в пандичери тирупати я побывал в ридавасане побывал пандичери побывал в храмах которые находятся это королевство тибетская которая находится на индийской стороне там где находится индийская 2 как же он называется сейчас скажу нравится мне место он называется это место королевство ладак а место где я был называется монастырь тикси называется малая потала монастырь так ток монастырь тикси вот можно заехать с территории индии есть у меня видео целая куча не знаю новый канал как-нибудь сделаю но из всего где я был в индии нам европейцам больше всего подходит все-таки храм баладжи храм баладжи потому что храм баладжи он магический вы приходите там изображение баладжи она черная если отстоять после этого подняться и после чего сложить руки и сказать что вы хотите то на протяжении года это исполняется я несколько раз а именно наверно раза четыре ездил в храм баладжи вот все четыре раза мои желания исполнялись все четыре раза у меня есть знакомый его жена у нее нашли онкологию груди с метастазами в легкие он поехал в храм баладжи и попросил за свою жену чтобы она выздоровела и она выздоровела вот так это работает но нужно ехать в пандичере из нюдели это далеко это шесть часов на самолете ли пять часов не все хотят скажите почему мои мужчины после свадьбы со мной резко стают финансово нестабильными и жадными по отношению ко мне нет доверия мужчина не доверяет женщине почему не доверяет потому что видит неискренность если как определить есть не искренность у женщины по отношению к мужчине или нет тибетской медицине написано что не искренность у женщины по отношению к мужчине с которым живет в дальнейшем проявляется в виде миом или кист яичника вообще заболевания матки поэтому осознайте это как можно представлять восстановление миелиновой оболочки при рассеянном склерозе представляете будто вы мозг видите и его белой глиной шпаклюете делайте так на протяжении десяти раз на протяжении дня десять раз второе миелиновые оболочки они лопаются и ломаются и демилинизируется миелиновое покрытие разрушается это происходит на фоне перегрева мозга так говорится в тибетской медицине и как представлять необходимо представлять будто мозг это шапка из нее вы достаете сосульки и выбрасываете сам мозг при этом необходимо представлять золотистого цвета как мед и сверху его обшпаклевывать вот такой белой глиной ты такие сложные практики как вы это будете делать я не знаю вы представить секунду не можете что-то а здесь прямо такие сложные техники будете делать я это все прекрасно понимаю поэтому и делюсь большинство людей не могут это делать они будут делать так так мозг представила золоте так так что это мне тут надо то-то-то а у меня ж мозг дуйко сказал представлять так снова мозг вот я представляю золотистым сверху шпаклюю размах лена где же лена так моя лена наверно она голодная так мозг шпаклюет научитесь как раз концентрироваться начинайте по чуть-чуть эзотерикой заниматься то вы сразу волшебную палочку хотите многие люди прикасаются к эзотерике и думают что они сразу становятся автоматически колдунами это медленный рост возможность работать с человеком или с группой людей возможность работать собой это все дается путем длительной тренировки с собой это все эзотерическая работа и с представлением и с ментальностью из энергетика и так далее вот то что я показываю когда провожу там калачакра тантру или там сангая или морские курсы или семинары целительства это уже такой высший пилотаж то есть это умение одновременно и просматривать и работать с человеком и создавать энергии и проявлять энергии усиливать их действия и многое разное я этому всему обучаю людей у себя на ступени ничего не скрываю все на ступенях полностью все рассказываю и как происходит целительство кстати приглашаю вас пройти мой семинар трехдневный семинар целителя очень великолепный семинар его можно приобрести станете самыми лучшими целителями в своей области кто там говорил хотите на работу устроиться муж без работы купите ему семинар целительства пусть пройдет и вы пройдите и помогайте людям вы будете такими яркими и мощными целителями люди будут в шоке потому что целители которые у меня обучаются используют моей системы как я там рассказываю в дальнейшем одни из самых лучших становятся вообще одни из самых лучших я в ирландии выплаты сняли предложили работу по уборке церкви отказалась помню ваш урок найду и другую работу найдете как бы делайте практику он дуалет дуалет зунди соха как я обучаю как и когда поститься правильно сколько часов поститься необходимо девятый день своей жизни целый день с утра до ночи делать это так ничего не есть пить только воду если так делать помолодеть сын артур викторович 23 года попал в тяжелую финансовую ситуацию решил заработать отдал долг стране получится успешно не отвечаю на эти вопросы делает он зло наталья полтенко подскажите дорогой учитель за деньги пошел людей убивать вы мне хотите чтобы что я сейчас сказал попал в долг пошел убивать людей за деньги бляха муха люди вы мать или вы кто вы хочется иногда закрыть это все вообще наталья полтенко подскажите у меня будут дети спасибо большое буду да подскажите сейчас везде кричат о помощи предков чистки рода подключения каналу предков правда ли нам поминать поддерживать связь с предками если у человека болит тазобедренный сустав правой стороны вы должны поехать на могилу к отцу если с левой стороны могилу к матери или к женскому кому-то предку и что нужно сделать поплакать поговорить на могиле отпустит это проверено все это обида рода но там на всех углах кричат я что-то не видел очень состоявшихся ну вот они очень часто кричат но вы посмотрите на них они больные смотришь на них они несчастливые смотришь на них они бедные дети у них все несчастные слушайте если заниматься эзотерикой у кого-то то пусть это буду я я счастливый молодой красивый богатый успешный куча бизнеса имею обожаю свою семью мне моя эзотерика все это дала моя жизнь разделилась до того как я начал заниматься эзотерика и после но если мне моя эзотерика помогает тогда имею право ее преподавать ну конечно имеют тогда может ли она помочь но если мне помогла и вам поможет занимайтесь у меня будете счастливыми если надежда на счастье и благополучный семейный союз с мужчиной с которым сейчас в отношении его зовут мурадов с да если вы перестанете говорить я вот на один год дайте себе дайте себе обет такой не произносить слова я вообще не говорите я не говорить не говорите ты ему и не говорите я и забудьте слово а ты вот забудьте слово а ты не произносите и не говорите слово я вообще в разговоре ни с ним ни с кем за на протяжении одного года и идеальные будут отношения елена зачем мне дан любимый мужчина вам дан может это вы ему даны с чего вы взяли что он дан вам может это вы ему что вообще за непонятная непонятный подход дан дан для чего чтобы его распилили и съели ужас какой я думал что любовь это не дан любовь это просто сошлись и живут обнялись и друг друга обожают не дан для чего-то кровь сосать издеваться тыкать и в него вилочкой будет счастье он будет страдать вы будете радоваться дан для страдания он становится зачем дан вы можете его издеваться над ним ругать его он будет обижаться терпеть для него духовный рост для вас развлечения гулайлы вы замечательный учитель всем помогаете спасибо за доброту извините что обращаюсь проблемы с кишечником и жоги не знаю что делать я к сожалению знаю я знаю как вам помочь но к сожалению это семинар или вебинар по эзотерике хотя раз вы хотите и так мантра в использовании предназначена для облегчения и избавления от изжоги если вы страдаете болезненной разряжающей проблемой кислотности вам нужно взять семь листьев базилика и прочитать мной указанную мантру 21 раз звучит она так рам дутая хануман паван путрая хануман рам дутая хануман паван путрая хануман рам дутая хануман паван путрая хануман эту мантру нужно читать 7 не то эта мантра является эффективным средством от изжоги и может быть использована для для быстрого облегчения вашего состояния отлично ура видите если наташа безлер если значение для человека достижения возраста 50 лет у меня после этой даты все изменилось похудела на 20 килограмм и новые знания ваши ступени чудо вам процветания 50 лет и начала этого возраста это возраст души она по-настоящему начинает чувствовать любовь я могу сказать так как тоже являюсь человеком носителем такого возраста и это ощущение души ощущения тепла ощущения детей ощущения радости душевной до душа наша она видите развивается до этого тоже было но так как сейчас такого не было спасибо за все что даете у ребенка 11 лет воронкообразная грудная клетка можно вылечить без операционно я не умею возможно можно я не знаю как это делать анастасия орки хотят поселиться в мой пустой дом который находится рядом с домом родителей удастся сохранить дом и не пустить орков не удастся подскажите как защитить представляете будто вокруг водопад зайдут они воды антонина маренко удастся ли в значительной степени быстро изменить свое финансовое положение лучшую сторону в этом году бедная девочка аноним здравствуйте всех вам благ человек с деменцией занес семейные золотые украшения вместе со своими очками и мы их не можем найти большая сумма денег все потратили очень нужна ваша помощь не не найдете и он не найдет потому что это все не в ломбард было просто людям отданной все чепуха отдана и пропита и это конечно ужасно не найдете ни деньги не найдете ничего не украшения жаль жалко конечно вообще у вас так нехорошо в семье вот я смотрю на это все как-то такая ложь со всех сторон бедные вы обучайтесь у меня ступени это сможете сможете изменить себе судьбу антарина маренко здрасте андрей не смогу ли в этом году купить и переехать в новый дом показывают что скорее всего до молодчина анна четвертый год живем вместе в сексе страсти нет не хочет и тогда что необходимо сделать необходимо сделать так купите мой семинар или мою книгу которая называется магия любви магия любви и здесь я рассказываю о том как прогревать слои как делать так чтобы между вами и мужчиной была любовь как сделать так чтобы магически можно было повлиять как сделать так чтобы отношения были потрясающими теплыми и прекрасными здесь я даю короткую тантру это тантра любви называется она называется магия любви от андрея дуйко сейчас я жену порадую называется магия любви от андрея дуйко очень хорошая книга если вы закажете у меня обещают для вас специально подписать хорошая книга здесь говорится почему и от чего возникают конфликты что такое сексуальная энергия как она как ей пользуется и так далее дальнейшем я ее перепишу потому что есть еще дополнительная информация я кто помог ты донси зовсим на есть фрукты то овощи страх як подолаты никак нельзя подолаты скорее всего это развивается психическая болезнь видимо она насмотрелась бергой сейчас не ест ни фрукты ни овощи со временем все исчезает не переживайте здравый смысл всегда побеждает всегда поэтому не переживайте рано или поздно она начнет когда появятся болезни которые с этим связаны а болезнями может быть истощение мозга пониженное давление с утра че буду иммигрувать из украины показывают что не у меня по всей вертикали вибрирует энергия супер доброго дня шановный андрин дичь подивиться будь ласка че может найти работу дочка виктория у вересня и жовтня у жовтня да у вересни не мы на микро аденома гипофизу порад еще роботы это нужно обязательно ко мне обратиться я могу объяснить и рассказать и даже написать почему и как лечить микро аденома гипофиза возникает очень часто из-за того что нагрузка происходит на надпочечники а это происходит из-за того что происходит сбой минерала кортикостероидов особенно кальция магния цинка необходимо определенные препараты восстанавливающие микрофлору или микробиот кишечника если восстановить восстанавливается надпочечники восстанавливается гипофиз вот таким путем через работу с кишечником а других путей нет наша медицина не лечит я желаю вам части хочу сегодня показать свои книги у меня есть целый ряд книг я оставлю после окончания вебинара ссылку на мой мой youtube на мой канал где вы можете приобрести эти книги заклинания от андрея дуйко заклинания есть энергетические которые могут помочь человеку избавиться от проблем которые связаны с жизнью то есть вот заклинания которые есть очищая чакры от депрессии страха панических атак необыкновенное везение очаровать человека обрести любовь от злых духов врагов защита от энерговлияния подчинить врагов убрать неприятности в жизни обрести мудрость отдать долги выиграть суде до до достаток даст власть материальный рост много денег обретения высокой энергии колдовской силы увеличение сил увеличение дохода накопления денег обретения мудрости пара способность увеличения ресурсов вам нравится людям убирает и так далее то есть вот такая вот книжечка она недорого стоит можно приобрести у меня на сайте дуйко маркет книга магия любви о которой я рассказывал сегодня который поможет провести гармонизацию ваших отношений с близкими книга которая называется 303 совета жизни человеку не нужно говорить что все люди так думают так как для того чтобы определить это необходимо определить кто эти все люди а также провести статистический опрос всех этих людей и в дальнейшем провести исследование опроса поэтому знайте произнося слов все думаю так а у людей так и все люди неправильно и бездоказательно поэтому не говорите что со всех дыр несется или там все говорят это все-все не всем дальше 100 медит книга 303 совета счастливой жизни 100 медитации дуйко великолепная книга где описываю 100 медитаций магические методы лечения при артрите и ревматизме нужно заваривать соду на стакан кипятка засыпать чайную ложку соды пить горячее две недели после чего необходимо сделать перерыв на месяц ожоги раны и царапины ушибы смочите ватный диск воде колонии приложите к пораженному участку держите три минуты повторяйте каждые два-три часа горячий куриный жир картофельный крахмал листья шалфея ромашки растертые плоды каштана залить смесь растения горячим куриным жиром два с половиной томить настаивать на ночь потом довести до кипения процедить отжать отсудить смазывать варикоз несколько раз в день и так далее книга полна рецептов великолепная книга все рецепты индивидуально магия денег моя любимая книга создана по семинару магия денег написал как первую свою книгу дорога тем что помогает человеку понять каким образом зарабатывать деньги что это такое любимая моя художественная книга которая называется ваджарное сердце эта книга о проживании ребенка в буддийском монастыре доктрина бизнеса для тех кто собирается заниматься бизнесом обязательно покупайте книгу доктрина бизнеса вместе с магией денег это две книги которые способны тотально изменить судьбу человек есть четыре книги которые называются введение в эзотерику введение в эзотерику первая часть введение в эзотерику вторая часть две книги введение в эзотерику третья часть две книги получается есть все эти книги если вам это необходимо можете заказать с удовольствием отправлю вам эти книги. Все книги можно заказать на моем сайте, который называется Duico Market. После окончания вебинара я оставлю для вас ссылку, где вы сможете перейти на мой сайт Duico Market и приобрести для себя мои печатные издания. Многие люди любят печатные издания, потому что читать книгу гораздо приятнее, чем читать ее в электронном виде. Ее можно подержать в руках и почувствовать энергетику. Ну и я вам благодарен за то, что вы покупаете книги участвуете. Я в вашей жизни и помогаю вам, а вы в моей. Пусть у нас у всех будет любовь, уважение, пусть будет просветление и свет. Бог есть свет, в нем никакой тьмы, поэтому всегда старайтесь идти к свету, а свет это значит нацеленное желание видеть в жизни радость и проявлять свою доброту и теплое отношение, особенно к близким. Никогда не обижайте тех, кого вы любите. Поэтому в случае, если любишь, не оскорбляешь, не обижаешь и не пользуешься, и не используешь. Вот таким образом. Поэтому живите счастливо. Еще раз, с вами был Андрей Дуйко. Надеюсь, было вам интересно побывать в таком приключении, которое называется приключение эзотерики или знания, которые даются эзотерикам. Сегодняшний наш вебинар назывался «50 секретов счастья». Задайте самый важный вопрос. Я надеюсь, вам было интересно.